Лепший социальный проект выбирает Украина. Авторы пропонуют догляд за маломобильными людьми, навыковую онлайн-практику для школьников и навыд центр реабилитации Кажанов. В четверть финал конкурса прошли 40 удельников. Лепшая идея – тримай финансовую поддержку. Головная умова – проект повинен быть корыстным. Юлия Токар сострелась с авторами. К каждому городу по Птушце у Борисови выбирают отмысловый символ. По прикладу Вилейки, Каменца и Мядила, где уже есть крылатый опякун, тут по куль голосуют. В городе на Березине можно состреть коля сотни процедуников арнифауны. Кандидатов на символ только три. Символ Борисовского района, конечно же, не случайен. Варакушка встречается на территории нашего учебно-опытного участка. Большой веретенник – пойми реки Березины, а Иволга – в садах, парках нашего города. Таким чином кралька, Иволга, а либо Вяликий Грыцок могут стать символом города. И к обнародную птушку все-таки выбрали, и ее графичные иллюстрации появились на фасадах городских будинков, мясцовые орнитологи распроцовали социальный проект. Хотели привлечь именно максимально возможное количество жителей Борисовского района к голосованию. А для этого, конечно, необходимы определенные средства, в том числе и финансовые. Поэтому мы разработали такой проект и приняли участие в конкурсе социальных проектов «Социальный уикенд». Это конкурс социальных проектов. Если вы идете по улице на работу и видите какой-то арт-объект, который поднимает вам настроение, это социальный проект. А у столицы изъявится Кожанополис – одмысловая лаборатория для зимовки «Диких звярков». Отпочевать рукокрылые будут у специальных холодильников. Кожаны в природе спят в таких прохладных местах. Мы пропонуем им для зимовки такие вот обычные лядуни. Але есть вот нюанс. Мы будем их вот класть и спать, миновата вот в таких мешочках. Экологи означают – зима для Кожанов складаны часы. В городе они не могут найти затяжное место для зимовки. До речи, в Беларуси 8 видов диких звярков занесены у червоную книгу. У Европе Кожаны у Вогулі – падаховый. Живелы под погрозой зникнення. Бутучие мыши – это хищники. И питаются они насекомыми. Ночными насекомыми, ночными и сумеречными. Многие из которых являются вредителями сельского, лесного, паркового и садового хозяйства. Для того, чтобы запустить центр, нам нужно финансирование. То есть эти финансы будут потрачены на приобретение холодильника, для того, чтобы была зимовка в большей безопасных условиях. Весы аналитические, для того, чтобы определить, достаточно ли массы, для того, чтобы они продолжили зимовку или нужен докорм. В середине четверти финалистов десятого конкурса – 40 команд с всей краины. Зараз они проходят на лучшайне. 14-го «Снежня» – лепшие. Отримают финансовую поддержку. Некорисные идеи станут реальными проектами. Юлия Токар, Александр Шостакович и Юрий Сахадзагинства. Телли Нови.